вышла магазин тут какой-то экспресс эспресс по-моему там и есть продукты сейчас зайду загляну купила короче продуктов продавец почему-то немножко ступил видите мне бочек три раза пробил сок я купила холст потому что горло подчешется но оно такое типа помягший булку полюх рустику и бочек и салат кастунчика он пробил короче что-то аж три раза что-то тыкал этом смотрю думаю а чё три раза вернулась говорю а чё три раза он то он каждый раз пробита 2 пробит а потом я отменил тип но он а нулево на а я не пойму чего нулево на типа 1 только продаж он видите минус оказывается как-то по-другому только что все пересчитала действительно не обманул а я думаю что видит шо турок царя небеса лицо не местная аж нет спасибо тебе парень я честно говоря я решила так если обманул значит ему так нужно сильно значит так надо что теперь сделаешь на типа принять просто но не обманул действительно просто ступил немножко с нами тупить нельзя потому что мы сильно переживаем такие как я особенно сейчас короче покажу что купила купила короче блин бочек а его не жарит случайно и уж по-моему жарит хоть не помню ну ладно жарят так жарят жарить не этим нужно но я не хочу короче разводить потом купила салат с тончаком такую булку холст и томатный сок сок помидоровый вот это я выжатая еще в носе крутит в горле крутит но она должна у меня убилось голову что она должна сама пройти не знаю каким образом должно пройти мы ранее сильный он должен сам перебороть не хочу лекарствами травиться вот это такое кресло классная на дуну вообще прекрасно удобно вот так вот такое купил надул там где-то на пляже не балдей но очень удобно ой как я устала это потому что организм начинает перестраиваться к другому воздуху но ничего документы почищу делаются подготавливаются жилье дай бог найдется у зрительницы даже поэтому все налаживается вот только мне беспокоит этот бочек и его скорее всего жарит хоть бы его не жарили а так ели я хочу так и поесть шо боже ж ты купил аж казенная цена ну ладно попробуем если не жуется значит не жарится классно такой мягкий бекон обалденно и вкусняшка классно это хозяин квартиры играет это хозяин квартиры играет доброе утро всем короче я немножко разболелась ночью положила холст подъезду рассасывать чуть не удавилась короче проснулась от то что закашлялась в общем немного так насморк и горло но это первая болезнь в путешествиях и в дорогах и когда бегаешь по сквознякам и так не занят мой завтрак в общем сейчас ем и иду до той жиночки к мне уже третий раз пропонувала жильем передержку но это господи чё я так боюсь тех людей которые мне помогают я не знаю уже даже не первый раз все люди и ки мне помогали всех я так боялась страшно мне такие картины в фантазии рисуются страшно что це просто капец короче те шоу аферисты так тех и не ну в принципе так не попадались аферисты потому что я всех боюсь и аферисты обычно же не будут подолгу как говорится тянуть свою лямку ну потому что ну зачем тратить столько времени если хватает других а те люди которые хотят помочь они долго мне доказывают что они действительно хотят помочь я все время боюсь ночью проснулась меня страх такой отдать господи думаю а потом думаю так надо держать себя в руках потому что вот такие нервозы не до добра не доводят думаю так надо успокоиться но у меня страх ночью был а вдруг там что-то не получится одерж я буду ночевать а потом я себя успокоила склад так не получится значит беру вещи отвожу на же до вокзал нахожу камеру хранения кидаю там все вещи я сама иду просто в хостел первый попавшийся пофиг какой все думаю чё ты стыж тем более с понедельника можно уже прозванивать по поводу даже не с понедельника а со вторника потому что у меня будут только документы ошвечения и легитимация во вторник и тогда я смогу предъявить на основании чего я тут нахожусь что я студент действительно ну короче и не факт что в общежитии не скажут что надо че печатка в паспорте че шутом и к на основании чего ты будешь жить долго время если ты плане мне кажется просто мол я не знаю всех законов но возможно есть такой вариант что они не смогут заключать договор если у меня нету хотя я не знаю короче но если у меня только без виспо ну в общем какие вам дела и мне тоже так что поеду меня позвали в гости просто посмотреть я могла бы сразу это дождь с центрального рядом короче такие то дела ну ладно короче будем смотреть даже честно говоря устала и в носе крутит это все сдавлю потому что крутит там и крутит собака просквозила наверно потому что такая погода ветер прямо сносил вчера да вообще климат же поменяла короче друзья я такая чокнутая птичка и понимаете это осознаю а потом нападает панический страх короче мне сказали улицу а я все мне отключилась мозга и я не поняла последние буквы и все шукаю него такой улице думаю все что тут не то капец потом потом спрашиваю но звонит это жимка спрашивает а я же сказала такая улица вот представляете какое вот это это шо называется самоуничтожение короче тут ехать мне полчаса адресом вам не буду называть ну в общем все нормально просто немного мне мозг повернуты то ясно дело но я не виновата просто я после школы поехала в киев и меня там так обманывали так это было 90 года 97 и короче мне там так к это и после того все у меня немного повернула не могу и все доверять хоть ты трести я не знаю как люди могут доверять наверное это что-то в мозгу где то что то есть такое как выемка и ты потом уже все через ту выемку все пропускаешь вот такие дела люди со всей душой а у меня все у меня сразу страх тем более можно подумать у меня какой-то богатство кастрюли кастрюли мои короче как будто надо вообще вообще короче смешно так сейчас собираемся где-то по дороге кофе выпить или уже на месте на месте наверно будто будет много кофе тогда в общем такие то дела а как вчера я выдала в этом магазине когда продавец что-то два раза набил товар я говорю а чего три раза набита он говорит раз набил два набил три набил а потом два отменил такой я не ничего не скажу ну ладно думаю и пошла такая вот такие мелочи которые приводят к моим терзаниям да 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 вот такие то дела вот такие дела все короче пошла и так просмотра увеличилась я смотрю и офигеваю 2000 людей почти стала смотреть когда я сюда приехала прикольно даже не ожидала точно так же как когда-то не ожидала когда сняла то видео про работу просто взяла думаю сейчас раз буду рассказывать что у меня каждый день а я кстати сниму видео потом про полицейную школу отдельно потому что тут у меня все суррогатом во вторник я получу документы подтверждающие что я там учусь и тогда короче я это вам все расскажу думаю что многие тоже захотят пойти в принципе все реально но только единственно что надо денежка чтоб было на первое время я думаю что все реально можно все сделать все найти вообще состояние немножко тут отупения но из-за того что уже нашелся разрешился вариант с передержкой передержкой как котов на передержку кстати мне сегодня ночью столько всего снилось мне снились ночью я помню я сейчас уже не помню но четко запомнила что две девочки маленькие а девочки это всегда чудеса какие-то это какие-то приятные неожиданности вот мне две маленькие девочки снились я вроде их забрала что-то и потом снилось еще вроде вроде женщина вроде вот это даже женщина которая мне предложила помощь вроде там привезли мясо какое-то свинина и почему-то недоотрезали голову свиньи и эта женщина взяла и отрезала дальше типа что она типа живое бултыхается надо его это ну было же убить полностью чтобы ну вообще такие кошмары но честно говоря я так себе расшифровала что эта женщина которая помогла решить эту ну проблему убить эту проблему просто так сама себе расшифровала ну а девочки это значит какие-то приятные сюрпризы может это работа и жилье может я в понедельник прозвоню в общагу найду комнату одноместную потому что у меня уже просто такая как вот я старый солдат так и я вот короче старый я могу жить не в толпе я могу не тратить ничего вообще не готовить экономить ну и жить как это но это ж не 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 как это ну не не чистая я я короче живу я могу жить я говорю в таких тяжелых спартанских условиях хотя сейчас я не в спартан не в спартанских потому что я себе комнату сняла но просто что долго так не проживешь это студенческие годы легко когда студенчество именно по возрасту когда уже 40 лет студенчество тоже просто уже не то все должно быть вовремя хотя люди же говорят что учиться никогда не поздно и в 60 и во сколько угодно и оно полезно вот я бегала двигалась вот съела овсянки там кофе попила все будут и вес будет сбрасываться и движение я всегда буду мне ничего не должно ну может что-то болеть там но ну в общем хочется быть занятой задействованной в жизнь чтобы не залежаться не застояться я бы могла жить так дома и даже в ус не дуть в принципе я себе могла там зарабатывать и зарабатывала но уже стало невыносимо тоскно и бессмысленно все что я там делала но все бессмысленно нету никакого ни продвижения ни познания ни смысла ничего вообще просто живешь и живешь со временем просто болезнь атаковали они могут и тут атаковать но из-за жира из-за лишнего веса оно все меня скрутило было в итоге к концу жизни ничего не имела даже не финансовые а моральные какой-то моральных как с дубу с добудки ничем не было не ну мне кажется что все таки надо двигаться двигаться но это если есть энергия для этого потому что для этого должна быть уже присутствовать ну энергия то есть желание что не было чтоб вам лень тяжело если лень тяжело то это нельзя не пойдет просто тут надо много энергии затрачивать ну по крайней мере на первых порах может может она потом тоже приезд будет однотипное ну что-то надо будет думать но возможность получить диплом европейского образца это конечно круто это круто Наступный пристанок ксенца поперушки сейчас вам расскажу прикол сейчас пройдем в дорогу села в трамвай получается зашел парень подходит там где эти ну водитель сидит стучится туда и говорит извините извините у вас билет можно купить там ну типа водителю на русском говорит и такой растерянный ему же никто не отвечает на меня смотрит говорит не знаете там можно купить то есть человек не чувствует что он в Польше что тут вообще-то другой язык и такой стоит говорю надо было на остановке купить он говорит так там не было ну либо тут как-то продают но я никогда не покупала просто удивила такая наивная простота человека зная что ты в другой стране говорить хотя бы на польском как-то ну и в общем такое все сейчас хотела снять этот костел какой-то острогонечный такие классные дома короче побыла я в гостях сейчас сфоткаем такие дома для открыток побыла я в гостях такая приятная женщина мне конечно так удивительно что люди вот просто хотят помогают мне это конечно не знаю это просто что-то я не знаю что-то нереальное в общем попила я кофе с мороженым и чувствую что ж наглая аж морда ну типа ну такое короче что-то воспитание у меня такое типа всегда ощущение что я наглая морда в общем буду завтра переезжать до этой женщины она там присматривает за бабушкой типа уход и предлагает жилье ну там по самой такой минимальной цене которую я не найду нигде конечно показывать внутри и вообще я такого не буду даже приблизительно потому что это не то что это просто нехорошо ну и что мне разрешили пожить сколько надо ну сколько мне надо столько я могу жить хоть хоть долго хоть мало мои вещи точно там никому не надо мое барахло мои кастрюли короче точно там никому не понадобится это конечно у меня болезнь что кажется что что-то мое там кому-то будет где-то надо не знаю поговорила с мамой успокоила ее что уже я нашла где жить вернее я нашла мне предложили еще и уговорили ну такое красивое здание сейчас вам покажу оно не показывает не знаю видно видно ну в общем так что у меня теперь есть где жить завтра я перееду так как я оплатила еще до завтра жилье то решила что его переезжаться сегодня если там оплачено тем более такие ну не маленькие деньги небольшие как для Варшавы ну и не маленькие кто не знает я там 60 злотых по моему даже больше ну 65 наверное за сутки плачу платила я сняла на 4 сутки завтра у меня и занятия тут короче недалеко и школа и недалеко и жилье это будет эта квартира она в охраняемом доме там под замками под воротами в принципе я сейчас тоже живу в таком охраняемом тут как-то так часто дома под замками ну под кодами и шо еще ну и понедельник в принципе или во вторник когда уже будут у меня документы что я студент я позвоню найду общежитие где-то не сильно далеко и буду звонить туда и искать комнату одноместную в общаге там оно по ценам где-то я видела 600 злотых за комнату ну одноместная я бы хотела такую как я хотела сразу нацелилась а еще у меня прикол я чувствовала себя заболевшей с утра я и чихала и насморк и вы знаете мне прошло время вот это я выехала но я не думаю что это аллергия потому что я вчера перемерзла и я короче еще рассасывала холст но они такие немного тонизируют кстати сейчас ветер такой я вот одеваю капюшон я короче ничего не не лечилась хотя у меня есть от горла там я не хотела ничем травиться я решила подождать и я шла шла чихала чихала в носе крутила обновать и все прошло как волшебство какое-то это короче конечно удивительно мне кажется что у меня сильный иммунитет и он просто сам справился ну никогда я раньше просто всегда травила себя сразу антибиотиками антибиотики понижают иммунную систему ну ослабляют тогда вообще вылечиться нереально поэтому я в этот раз сейчас ничего не делала тем более мне зрительница советовала что надо джерело пить и я утопила три месяца или сколько это или полгода я уже не помню у меня сейчас оно еще есть тот жерело и все-таки я наверное подняла свой иммунитет и он просто сам справился сейчас осталось достаточно такие явления как бы немножко в горле першение и немножко так типа насморк ну не насморк а что-то там но уже нос дышит этого такого крутения ренита нету ну то есть оно это такой у меня первый раз в жизни вообще в этом году много чего первый раз в жизни и вообще с приходом ютуба в мою жизнь у меня настолько изменилось а вообще после операции после того как ослеп глаз у меня столько нового в жизни появилась что я могу сказать что каждое действие и плохое и хорошее это шаг к чему-то ну это мне такое такая мысль что это все не просто так и оно все надо не надо ничего проклинать и ничего не надо расстраиваться потому что каждое вот ослепло меня глаз я сразу закрыла убыточный бизнес который мне нравился но он убыточный потому что бедная страна я сразу бросила бессмысленные отношения потому что тоже мне нравился но я ему нет я перестала к нему ездить поняла я много чего поняла и после того и много чего изменилось и вообще и даже сейчас вот с мамой говорила и она мне первый раз в жизни сказала что у меня такой сильный характер и что она уже давно от всего отказалась и спряталась бы и поехала домой ну мама конечно говорит и вообще скорее устраивайся да помогай мне уже деньгами я говорю ну сначала надо устроиться надо устроиться это вообще нонсенс это вообще раньше никогда в жизни такого она не говорила мне ну вообще как-то я ей даже сказала что знаешь мама мне такое чувство что мне сейчас 40 а тебе 70 ну у нас одинаковая мудрость то что у меня уже есть до нее только пришло вот так вот я расчувствована вся потому что меня взяли пригласили еще и уговорили королеву пригласили напоили кофе накормили мороженым короче а сейчас мне надо где-то поесть потому что уже надо везде пахнет чем-то вкусным какими-то пиццами я бы хотела какого-то журика польского супа вот так вот так что у меня свободное время завтра я возьму такси убер потому что я гребла вот это вот короче ездится с моими кастрюлями это же жиночка кажут ну ты даешь нафига ты втянула тебе кастрюли купила б тут по дешевке нет надо тянуть она говорит я тоже была такой же ну в общем очень приятный человек такое чувство когда я была зашла в эту квартиру такое чувство что я вроде там была уже или это уже знакомая мне может потому что меня смотрел человек и располагал уже ко мне и поэтому ощущение ну в принципе когда я в Италию ездила тоже было такое чувство ну тогда было такое чувство не с квартирой а с самым человеком а тут прямо с квартирой с человеком как будто вот я тут уже была и все уже нормально в общем ладно все пока 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 только что провела прямой эфир в инстаграме от седова я кстати видела видео одного блогера с этого района он короче тут рассказывал про какую-то работу рекрутера какого-то видео я не люблю я не люблю такие видео вообще не люблю тех кто наших кто зарабатывает ну хотя это наверное нормально но не знаю в общем я уже так привыкла разговаривать с камерой что мне кажется что мне и сейчас смотрят люди что значит короче это кстати на ютубе так блин возросли просмотры приятно конечно ну и доход увеличился при том такой хороший скачок прямо скачок знаете как под небеса ну потом оно может немножко поугаснуть а может и наоборот короче сейчас иду что-то есть поискать где-нибудь костел красивый этот я уже 300 раз это сказала что это в мире какого блюда рис мясо и салат ой 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 салата о Центр города. Вы думаете, это Украина, Россия? Нет, дорогие, это Польша. Но наши песни здесь всегда, но они не наши. Эскаме Баршава. Поезд, наверное. Парнишка поет, красиво поет. Вот метро, наверное, там. Тут, наверное, одни мигранты. Счастье по щекам. Короче, наелась кебаба. Пол тарелки съела. Пол тарелки не влезла. Тут как дома. Ну, здравствуйте. Короче, я уже дома. Ну, уже, в принципе, давно. Пришла. Как только прихожу в этот район, у меня начинается жуткий ренит и чих. Мне кажется, что ветер поднес, и что-то какую-то пыль гонит, или что, я не знаю. Ну, жуткий ренит. И, во-первых, у меня такая подусталость. Но, слава богу, что первые дни такого не было. Потому что, короче, мне хватило сил все основное сделать. В общем, сейчас насморк и ренит. И такая слабость, такая, короче, сонливость. Такое чувство, что у меня аллергия. Но я не думаю, что это аллергия. Я думаю, что это просто что-то такое болезненное. Но оно должно пройти. Ой, как хорошо ножки вытянуть. Ну, в общем, вот это такие дела вам. Завтра перееду. Не знаю, во сколько. Во сколько встану, во столько буду ехать. Выгружу там свои манатки под домом. Короче, хочу завтра вызвать такси Uber. Uber-драйвера. Uber-драйвера вызвать. Потому что это капец. Тянуть их в руках. Оно недалеко. Но в руках это тяжело. Поэтому так. Еще прикол. Долго смотрела. Ну, история там по карте польской. И не могла понять, куда мне 30 злотых по истории пошло. Думаю, украли. Наверное, у меня украли. Не знаю где. И только через время дошло, что я же покупала пополнение. Доля давания. Кто не знает, на поиском пополнение мобильного это доля давания. Короче, думаю, это же надо вообще уже тю-тю. Из сегодняшнего дня меня больше всего рассмешил парень, который в этом трамвае. Который зашел. Потом такой подошел. Там где водитель сидит. И можно у вас купить билет? На русском. Типа там все его понимают. Я в шоке. И то есть вообще даже у человека даже мысли нету, что он не в России, не в Украине. Потому что, в принципе, его могут не понимать. Ну, ничего такого. И такой растерянный вид такие. А глаза еще такие. Как вот у новоприбывших. И очень много украинцев. Очень много. Прямо такое чувство, что тут вся Украина уже. Потому что, куда не идешь, везде наши. Поэтому, в принципе, не страшно. Все. Такая слабость. Такая усталость. Сейчас сделаю это видео. Наверное, вырублюсь. Потому что, вообще, просто вырубает. Это, наверное, акклиматизация. Я так думаю. Потому что это что-то странное. Что такая сонливость. Все, друзья. Так что завтра переезд. И завтра еще занятия. Я думаю, что завтра у меня будет переезд. Потом туда-сюда уже на занятия. А послезавтра я возьму документы. Документы. Ну, которые со школы. И тогда уже с Ими пойду шукать эту комнату в общаге. Чтобы поселиться. Ох. Все. Может, это меня так разморило. Потому что я уже, ну, нашлось жилье. И я, типа, расслабилась. А то всегда в напряге была. Не знаю даже. Все. Короче. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok